В районе Митты на востоке города располагается интересное здание в невизантийском авританском стиле, новая синагога. Построенная для еврейского населения Берлина и в частности для эмигрантов с востока, это была самая большая синагога в Германии, вмещавшая в себя 3000 человек. В здании проходили публичные концерты, в том числе концерт на скрипке с Альбертом Эйнштейном в 1930 году. Сарганом и хором религиозной службы отражали либеральные изменения в еврейской общине того времени. Привлекает внимание самый главный купол синагоги с позолоченными ребрами. Центральный купол обрамлен меньшими павильонными куполами на двух боковых крыльях. За фасадом находились вестибюль и главный зал на 3000 мест. В годы Второй мировой нацисты разгромили синагогу, но после военной госги еврейская община восстановилась, а разрушенное здание позже было восстановлено практически с нуля с сохранением первоначальной архитектуры. Лишь в 1995 году синагога вновь открыла свои двери и большую часть ее площади занял музей, отражающий интересные факты из жизни еврейского народа, а также Центр еврейской культуры. Бранденбургские ворота в Берлине один из самых известных архитектурных памятников в Германии и, пожалуй, наиболее желаемых красивых символов столицы. Долгое время Бранденбургские ворота олицетворяли собор разделения Германии, но с 1989 года подчеркивают единство государства. Первоначальное название сооружения ворота мира – это единственные прошедшие до наших дней городские ворота Берлина. Они были созданы в 1789 по 1791 годах по приказу прусского короля прусского Вильгильма II. Ворота выполнены в стиле старого классицизма. Образцом для их создания послужили знаменитые пропилей Ахрополя в Афинах. Архитектором Бранденбургских ворот является один из главных мастеров классицизма того времени – Карл Вовтар Ланган. Высота этого моментального сооружения – 26 метров, длина – 65,5 метров и толщина – 11 метров. Ворота украшены 6-метровой колесницей с четверкой лошадей в управлении богиней Победой Виктории. Интересно, что после воевания Берлина по приказу Наполеона Бонапарте статуя была демонтирована и принесена в Париж. Однако после падения армии Наполеона богиня Витория вернулась в столицу Германии, получив награду «Символический железный крест». Берлинский кафедральный собор. Собор был построен 1894 по 1905 годы по проекту Юлиуса Рашдорфа в качестве главной церкви прусских протестантов и придворной церкви правящей геннастии Гогенцоллернов, место старого собора, оформленного по фасадам по проекту Карла Щинкеля. Собор выполнил в стиле барокко. Изначально богато украшенное здание из исилецкого гранита достигало высоту вместе с куполом 114 метров. После Второй мировой войны была проведена реконструкция серьезно пострадавшего собора. Теперь он имеет более скромную высоту 98 метров, чуть меньше Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. В 1975 году во время работ по реконструкции была частично взорвана и полностью разобрана капелла над склепом Гогенцоллернов. Собор торжественно вновь был открыт 6 июня 1993 года. В настоящее время для посетителей открыт также склеп династии Гогенцоллернов, где представлены 70 из 8-9 сохранившихся захоронений, среди них роскошный саркофаг великого Кюрфюрста и его супруги Доротеи. Орган для собора был построен известным немецким органным мастером эпохи романтизма Вильгельмом Зауэром. В соборе регулярно проводятся органные концерты, знатоки отмечают великолепную акустику помещений. Протестантская церковь находится в районе Кройсберг. Построена в 1894 году по проекту архитектора Йоганнеса Отцен. Церковь сложена из красного кирпича в неоготическом стиле. Фасады декорированы барельефами Лютер Брейс Тарги города Вормс. Электор Йогим II представляет реформацию Бранденбурга структурами Мартина Лютера и греческим крестом. С 1944 года здание было полностью разрушено побордировками. Новое сооружение построили в 2002 году. Американская церковь в Берлине помимо проведения службы и обрядов реализуют несколько общественных программ. В прицеркви работают курсы английского языка для детей и взрослых. Каждое воскресенье здесь организовывается доставка благотворительной помощи малообеспеченным семьям. Сегодня Берлин является крупным и турктическим центром, а также крупным европейским транспортным узлом. Университеты, исследовательские институты и музеи Берлина известны во всем мире. В городе живут и работают художники, дипломаты и мигранты со всех стран мира. Город расположен на берегах Рекшпре и Хафель. В метрополии Берлин проживает примерно около 4 миллионов человек. 477 900 жителей иностранцев из 185 государств. Таким образом иностранцы составляют 14 процентов населения Берлина. Из них 36 тысяч граждан Европы, около 19 тысяч граждан Турции. Берлин после Турции имеет самую большую по численности общину этнических турок в Европе. Интересно, что этническими становятся сразу целые районы Берлина. Русскоязычное население составляет примерно около 30 процентов. Район Марцан и Фелисдор. Это районы социального жилья, в основном многоэтажные дома. Женщин несколько больше, чем мужчин. Более 50 процентов берлинцев живут без семьи. Считается совершенно нормальным сожительствовать с человеком, чтобы платить меньше денег за аренду жилья. Большинство верующих лютераней. Крупнейшая лютеранская деноминация – Евангельская церковь Берлина, Брандербурга, Селезийская, Верхняя и Лужицу. По данным статического ведомства, около 60 процентов жителей Германии не являются членами какого-либо религиозного сообщества. 22 процента являются евангельскими крестьянами, 9 процентов католиками и 6 процентов исповедуют ислам. В Берлине четыре православных прихода, самый старый из которых имеет почти вековую историю.